ТОС «Меланжист» встречает гостей. Точнее, гость всего один, но очень долгожданный. В четверг район Меланжевого комбината с рабочим визитом посетил глава города Владимир Шарыпов. Этот ТОС – один из самых больших в Иванове. На его территории проживают более 8 тысяч человек. Место встречи – аллея меланжистов. Что-то вроде здешнего Арбата – любимый уголок жителей для семейных прогулок и районных мероприятий. Было время, когда аллею забросили. Сейчас снова восстанавливают. В основном с депутатской помощью. Но и без участия городской администрации не обойтись. Особенно в преддверии праздника. 26 августа здесь пройдет день микрорайона. Глава города обещал помочь. Будет выкашена трава. Организуем освещение, какое успеем. Если не успеем до праздника, значит продолжим освещение аллеи меланжистов в следующий период. И, конечно, выполним подсыпку асфальтобетонной крошкой, для того, чтобы у нас аллея могла нормально переходить к остановке. Ну, не было какого-то там ям, луж и прочее. Только фонарей и лавочек жителям мало. Здесь они задумали организовать культовое место. Поставить памятник меланжистам, участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. На этом месте мы хотели памятник установить меланжистам. Меланжистам и участникам войны, и труженикам тыла. Потому что первые фронтовые бригады были у нас на комбинате. И комбинат одевал весь рядовой состав. Идея главе города понравилась, но на бюджетные средства этого сделать нельзя. Возможно, найдутся спонсоры, готовые помочь. У молодых мам микрорайона тоже есть вопросы к мэру. Детская площадка неподалеку от аллеи могла бы конкурировать со многими детскими парками. Есть и горки, и качели, но некому их обслуживать. Потому уже не первый год мамочки ищут, где добыть песка в песочницу. Мамочки ходили, просили, но вот только уже вышли на депутат, и депутат сам засыпал. Ситуация была связана с тем, что у нас, по сути, была монополия одного производителя, который заинтересован был только в поставке игровых элементов, но не в их содержании. То есть такая проблема была по всему городу, и масса была там сюжетов, и обращений жителей. Но сейчас будем с этим бороться, так чтобы у нас разные производители, разные поставщики могли выходить. Транспортное обслуживание микрорайона, ремонт дорог, благоустройство дворов. Вопросов много, а глава один. Со всеми обращениями Владимир Шарыпов обещал разобраться, чтобы в самом большом Ивановском ТОСе стало меньше неразрешенных проблем. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.